Большой привет всем киноманам! Сегодня четверг, а это значит в эфире объектив. Надеюсь, вы уже заварили себе чашечку вкусного кофе и готовы погрузиться в мир фэнтези, мистики и чудес. Меня зовут Кира Николаева и сегодня я ваш киногид. Ну что, поехали? Россия и Китай объединили усилия, чтобы создать новую приключенческую киноленту «Тайна печати дракона». Это продолжение фильма ВИИ 2014 года. В центре внимания подданный Англии путешественник, главный герой-картограф Джонатан Грин. Его ждут новые приключения. Возрастной рейтинг кинолента 6+, так что эпическое масштабное зрелище подойдет к просмотру вместе с детьми. Дорогая мисс Дадли, с тоской в сердце я все дальше удаляюсь от вас, любовь моя. Я пересек всю Европу, именовав горы мрачной Трансильвании, попал в дикие леса Малороссии. Я видел древнее чудовище со множеством глаз и зовут его ВИИ. Позвольте мне представиться. Меня зовут Джонатан Грин. Я ученый-картограф. Письмо от Джонатана. Кажется, он попал в беду. А я изменил маршрут путешествия, чтобы увидеть вашего великого дракона. Он скитается с каким-то несчастным китайским мальчиком. Чэн Лань – моя дочь. Джонатан путешествует с девушкой? Передай это, Чэн Лань. Клянусь, я найду твою дочь. Нет, дышь, не трогай его. Это шлем самого Чингисхана. Нет, это копье Александра Македонского. Нет, 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 нет. Фильм очень красивый, красочный и интересный. Отлично снят. Тут и прекрасные пейзажи, и мастера боевых искусств. Шварценеггер, Джеки Чан и Павел Боле в одной киноленте. Разве такое можно пропустить? Поэтому прими ком в кинотеатры. К просмотру рекомендую. Мы, наконец, нашли печать дракона. Она сейчас у благородного человека. Это русский царь Петр Великий. Мы идем за драконом. У ведьмы твой облик, и все думают, она избранная. Сегодня великий день. Что ты еще? Не понял, куда попасть? Дракон, лети ко мне, я приказываю. Рэмбо «Последняя кровь» возвращает на экраны одного из самых известнейших героев-боевиков Сильвестера Сталлоне. Здесь он выступает в роли главного героя, а также в качестве продюсера и сценариста проекта. Сюжет фильма классический. Спасение молодой беззащитной девушки, преступники, занимающиеся роботорговлей, перестрелки и борьба за справедливость. Я смотрел смерти в глаза. Видел, как умирают дорогие мне люди. Кто-то быстро от пули, от кого-то вообще ничего не осталось. Кумир целого поколения, как хорошее вино, с годами становится только лучшим. Свои 73 года он даст фору многим молодым актерам. К просмотрам я однозначно советую. Не факт, что это будет завершающий фильм из серии про Рэмбо, но, как обещал Сталлоне, на Каннском фестивале. Если кинолента будет иметь успех, то цикл про героя будет продолжен. И те, кто меня ищут, найдут лишь смерть. Я жажду мести. Я хочу, чтобы они знали, Их смерть уже близко. И никто меня не остановит. Что бы вы загадали, если все ваши желания осуществлялись? Чемодан денег, наряды или что-то помасштабнее? В фильме «Комната желаний» каждый из нас сможет увидеть себя, вспомнить свои даже самые потаенные мечты. Это фантастический детектив из Европы. Немного о сюжете. Влюбленная пара переезжает в старинный особняк. Именно там новые хозяева находят потаенную комнату, которая исполняет все желания. Наш собственный дом. Похоже, вы не из этих мест. Да, мы переехали из Нью-Йорка. Деть! Все, я здесь. Не подглядывай. Давай попробуем еще. Врач говорит, у нас могут быть свои дети. Мы пытались дважды. Оба ребенка не выжили. Ничего себе! Ты только посмотри! Вы что, не в курсе? Предыдущие жильцы. Они же были убиты в этом доме. Дом на крови. Сейчас поищу бутылку. Смотри, это подлинник Ван Гога. Где ты все это взял? Комната исполняет желание. Загадай что угодно. Хочу миллион долларов. Как это работает? Какая разница? Наслаждайся. Самый опасный не тот, кто не может получить, что хочет, а тот, кто может получить что угодно. Уезжайте из этого дома, пока не поздно. Несмотря на то, что картина мало бюджета, она объехала множество фестивалей и имела очень высокие оценки зрителей и критиков. Интригующий сюжет, великолепная игра актеров, которым сопереживаешь, забывая, что это всего лишь фильм. Да что с тобой такое? Я выбрала короткий путь. Нельзя было просить комнату о ребенке. Но он же не вещь. Таково правило. Созданная комната не может покидать дом. Я против этого. Тебя здесь никто не держит. Я хочу быть с вами всегда. Ты его боишься? Конечно, боюсь. Ты не настоящий. Если человек хочет свободы, его создатель должен умереть. Ты обещала, мы всегда будем вместе. Это комната. Иди ко мне. Это я. Мама, папа. Концертные площадки, полпустые квартиры, перелив чувств то боли, то растерянности, историю любовного четырехугольника. В фильме «Между нами музыка». Режиссер-философ Террес Малек через кинокартины ведет беседу со зрителем. Кстати, в последние 20 лет он входит в число немногих загадочных режиссеров авторского кино. Сам не знаю, зачем я сюда пришел, но убедил тебя и понял, зачем. Я думала, мы просто будем веселиться. Жить песней за песней, поцелуй за поцелуй. Нам с тобой надо сделать запись. Знаю, ты играешь вживую и все такое, но разве ты не хочешь заработать? У тебя есть талант. Состав фильма просто шикарный. Натали Портман, Райан Гослинг, Майкл Фассбендер и Руни Мара. Сам по себе сюжет не могу сказать, что слишком увлекательный и интересный, но посмотреть есть на что. Все же кино уникальное и обладающее особым духом веры и надежды. Прежде всего оно должно тронуть тех, кто занимается музыкой и также пытается пробиться в шоу-бизнес. Майкл Фассбендер, Райан Гослинг, Руни Мара и Натали Портман. Между нами музыка. Я люблю тебя. Я люблю тебя. Я люблю тебя. Скажи искренне. Скажи искренне. Скажи искренне. Автор сценария и режиссер Терренс Малек. На этом, мои дорогие, у меня все. С такваяш с фильмами мы с вами сегодня пополнились совершенно разносторонними кинокартинами. Вам будет чем заняться в эти выходные. С вами была Кира Николаева. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok